Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Христос воскрес! Воистину воскрес! Записываем по теме «Жития святых во свете Библии» и смотрим на это открытым оком. Вопрос 2152. Как вы работаете с религиозными книгами, чтобы уяснить их содержание? Прихожу в книжную лавку и не знаю, что же купить, что мне крайне потребуется. Ответ. Большая зависимость всегда от того, что у тебя уже есть. Накоплено, что знаешь, помнишь. Если в книге немного нового, то я ее быстро конспектирую. Делаю выписки. Когда книга содержит много новой информации, тогда я ее покупаю себе. Но вот что взять из важной книги, это только сам человек должен определить. Я одно буду выписывать, а вы совершенно другое. Мне часто люди говорят, что нужно побольше давать пояснений, комментариев на те выписки, какие я уже дал. А мне уже трудно взойти на ту ступень, с которой эти голоса раздаются. Так как мне уже кажется, что все то знают, о чем я умолчал. Выписываю то, что знаю, но другим не дал. И это теперь для общей трапезы готовлю. Но всегда это делается с совершенно определенной целью. Вывести авторитет Христа и авторитет Библии. На днях этот путь прошла одна многоинформативная книга через мой компьютер головной. И вот что я из нее выписал. Почти всегда даю без комментариев, чтобы человек мог расширить свой кругозор. Толковый типикон Михаил Скабалинович, профессор Киевской Духовной Академии. Выпуски 1, 2, 3, Москва, паломник, 2003, Паралисия Христова. Бесплатное приложение к журналу руководства для сельских пастырей. 1909 год, Киев. 1910 год, 842 страницы. Страница первая. Начавшийся в апостольский век образование нашего богослужения закончилось, можно сказать, только к 16 веку, когда устав его получил вполне нынешний свой вид. Траница вторая. Богослужебный устав разрабатывался лишь достойнейшими сынами церкви. Непосредственными авторами его были люди, не имевшие другой жизни, кроме молитвы и поста, которым сладость богослужения позволяла принимать пищу раз в пять дней и спать не иначе, как стоя или сидя. Влияние исходит от этих сорокократных, Господи помилуй. Страница третья. В молитвах святость измеряется древностью. Число труд доходило до ста у евреев. Сейчас мудзины такими рожками созывают на молитву. Страница шестая. Для пения за богослужением еще Давид отделил 4 тысячи певцов и музыкантов из 30 тысяч всех левитов. Вторая параллельпоменон 23.5. Страница седьмая. Пение было унисонным по-старобрячески. Страница девятая. Синагога рождена была в Вавилоне. Страница десять. Мишна, часть Талмуда, учили произносить формулу во время дождя и слыша добрые вести. Благословен, приблаги и благодетель. Слыша худые вести, произносить. Благословен, судья праведный. Увидя радугу, говорит. Благословен, верный своему завету. При виде негра, краснокожего, альбиноса, великана и каррика произносить. Благословен, разнообразящий свои творения. При виде красивого человека или красного дерева, говорят. Благословен, создавший в своем мире красивые существа. При виде идола, говорить. Благословен, долготерпеливый. Страница тринадцатая. В праздники считались нерядовые параши. Название параши. Страница четырнадцатая. Из внешних знаков, сопровождавших богослужение и молитву в синагоге, были в употреблении наклонения головы и поясное наклонение корпуса. В посты крестообразно постирались на полу. Страница двадцатая. Преломление хлеба, общее обозначение трапез. Богослужение было по домам. Агапы сохранились до четвертого века. Третий час по нашему, это девятый. Страница двадцатая, шестьдесят вторая. Проповедь в апостольское время на богослужение занимала особенно широкое место. На первом месте. Страница двадцатая. Сто двадцатый третий. Третий век. Кроме среды и пятницы, и пасхального поста, других постов еще не существовало. Но были общественные посты по случаю бедствия, засухи. Сорокодневный пост перед Пасхой, заменивший в третьем веке, хотя не везде еще прежний, более короткий пост. В Александрии пост только несколько дней. Страница сто сорок вторая. Уничтожение Агапы, любви. Страница сто восемьдесят восьмая. Карфагенский собор. Блаженный Августин, Папа Святой Иннокентий I. 402-417. Считали неканонические книги. Премудрость Соломона, Тавид и Удив каноническими книгами. Кто? Блаженный Августин считал. Страница сто девяносто первая. Проповедь за богослужением в четвертом-пятом веке занимала не менее значительное место, чем в прежние века. Некоторые во время проповеди уходили и было приказано запирать двери. Страница сто девяносто пятая. Проповедь Мирян в храме в присутствии епископа. Двести первая страница. Наш типикон из пустыни. Двести вторая. Преподобный Сесой, однажды желая победить сон, привесил себя к утесу в пещере. Ангел пришел, снял его и запретил ему повторять это, дабы не подать примеры другим. Двести третье. Монахи испытывали друг друга, хваля испорченную рыбу и признавая плохой, хорошо приготовленную. От вина не отказывался даже Сесой. Но когда ему предложили третью чашу, он сказал, брат, или ты не знаешь, что есть сатана. Страница двести шестая. Подвижность пришла к выводу, что неедение более одного дня опасно. И не стали его рекомендовать. Двести тринадцать. Антоний говорил, что монах должен сказывать, сколько пьет капель в своей келье и сколько делает шагов. К научению достаточно писаний. Двести пятнадцать. Да коли жив первый пресвитер, проще не служат, не судят, не говорят по учению, а только совосседают с ним в безмолвии. В монастыре проникали ереси, и было несколько церквей и для еретиков. Двести двадцать первое. В городе, ныне засыпанном песком, в развалинах было до тридцати тысяч монахов. Страница двести тридцать шестая. На молитве не зевать и не кашлять. После поклонов вставать по удару настоятеля в пол рукой. Двести тридцать восемь. Желающего поступить в монастырь, десять дней удерживали снаружи и оскорбляли. Двести семьдесят пять. Ответ оглашенных. Приходят с поручителями, которые дают ответ, не пьяница ли, не хвостун ли. Учатся в течение семи недель, по три часа ежедневно. Двести восемьдесят пять. Кто-то отгрыз от животворящего креста и украл частицу. Теперь диаконы стоят возле, наблюдают, чтобы не повторилось подобное. От креста не отгрызли. Тридцать тридцать третий. У армян, Господи, помилуй, сто раз говорят. Страница два и девять. Колокола вводили за богослужением неохотно. Страница два двадцать три. Царю небесные вели не ранее девятого века. Тридцать святое, четыреста тридцать восьмого. Придите поклонимся с тринадцатого века. Вопрос две тысячи сто пятьдесят третий. В последнее время все чаще слышатся призывы об официальном прославлении церкви того или иного человека. Что является побудительным мотивом? Многочисленное видение, откровение, знамение, прямое указание от Бога на личность избранника. Ответ. Передо мной книга, привезенная из Америки. Монреальская, Миротащивая икона и брат Иосиф. Издание Дома иконы. Паломник. Монреаль. Москва. 2003. 478 страниц. Формат более среднего. В книге 96 фотографий и еще снимки писем. Цена 35 долларов. Они пишут, тиражируют в журнале «Православная Русь» за 2003 год, номер 21. Страница пятнадцатая. Расхваливает эту книгу. Содействует распространению ее. И столько туману, столько сюсюканья, столько заумных выдумок иудейских. Поиск чудес даже там, где их и нет. Особенно изощряется в этом инок Всеволод Филиппьев, поющий дифирамбу глупостей всех мастей и калибров. Он, как Демьян Бедный, придворов, личный поэт Ленина, плетет везде такую дикую несуразицу. То он ангела Покалипсиса чуть не борщом кормит во дворе, то зовет следовать за бритым Муниосом, который стал звездой на плече Богородицы. Страница четыреста пятьдесят девятая. Она на плече пречистой розой цветет душистой. Дева звезду укропит, кровью своих ланит. Имя звезды Иосиф, мученик наших дней. Давайте сомнения отбросим, смиренно пойдем за ней. Это Нерон там писал так. Но тут он наткнулся, его сильно потрепали. Разве этот бред и безумие может писать человек с неповрежденной психией? Ну ладно бы один кривляка и поэт в ряске изощрялся в суисловии, но ведь печатают в типографии и благословляют в Жордан-Вилле. Значит там тоже пропитаны этим смертоносным тленом и игрой в канонизацию под видом христианства, но без Христа и без Евангелия. После прочтения этой книги остается ощущение, что в Бога эти раскрутчики новой канонизации совершенно не веруют. Писание не читали. Страха Божия не ведают и о смерти своей позабыли. От великого безделия творят, не зная, что подобные деяния больше похожи на их беснование и на одержимость того, кого они толкают во святые. Вот только мало из того, что они накрутили на первых страницах этой голубой мути и зеленого бреда. Страница первая. После 15-летней благодати, объявшей всю православную русскую диаспору, вот уже пятый год, как мироточивая икона Божьей Матери скрылась. Ее верный хранитель, брат Иосиф, был увенчан мужчиническим венцом. В начале 1997 года отец Климент запретил отныне пользоваться иконой для новых святых снимков и всякой пропаганды, опирающейся на средства массовой информации, радио, кино, телевидение и так далее, принимая во внимание, что икона достаточно известна и более не нуждается в рекламе. Второе. Брат Иосиф иногда сам себе противоречил в некоторых интервью, скрывая всегда свою незаурядную личность. Семь. Его жизнь покрыта плотной завесой тайн, в точности по пророчеству о праведниках последних времен. Иосиф, пожалуй, самый таинственный праведник последних десятилетий или даже столетий. Мы точно не знаем всех обстоятельств его детства и юности. Сам Иосиф завещал, что когда о нем будут писать, никогда ничего не писали бы о его семье, так как это требование его матери. Тайной покрыто обстоятельства общения Иосифа с рождественской кельей на Афоне, где в 1982 году он получил еще дотворную иверскую икону. Существует, по крайней мере, две версии обретения ему этой иконы, в значительной степени противоречащие друг другу. Был ли Иосиф монахом? Сам он открывал о своем монашестве нескольким близким ему людям и даже показывал свой монашеский пароман. Но, увы, никаких подтверждений этого факта не удалось получить. Общение Иосифа с внешней неправославной средой тоже многим казалось очень странным. В 14 лет Иосиф принял православие от русского зарубежного архиерея и архиепископа Леонтия Чилийского. И в то же время многие близкие ему католики, он вышел из католической среды, узнали только после его кончины о том, что он был православным. Иосиф, высокодуховный и тонкий человек, протягивал руку помощи так называемым отбросам общества, людям опустившимся, что также вызывало массу вопросов и недоумений. Наконец, называются две даты рождения Иосифа. Есть несколько вариантов его жизнеописания. Жизнь этого праведника весьма таинственна. Ясно, что жизнь Иосифа невозможно объяснить, пользуясь обычной человеческой логикой. Он следовал логике неземной, а небесной, высшей, таинственной логике, в традиции православной мистики, тайнозрения, тайноведения. Иосифа можно назвать тайновидцем. Будучи тайновидцем промысла Божия, Иосиф во всех жизненных обстоятельствах руководствовался исключительно волей Божией. Тут мы опять должны признаться, что не знаем, как Иосифу открывалась воля Божия. Известно, впрочем, что иногда это были явления из горнего мира, явления Матери Божией и святых угодников. Игумени Магдалина после блаженной кончины и Леонтий являлись Иосифу и общались с ним. Случалось, что Иосиф неожиданно менял предполагаемую поездку с иконой и отправлялся в совершенно ином направлении, чем вызывало удивление и непонимание. Одна мудрость земная, иная небесная. Иосиф выбрал небесную. Исайя 53,69. Некогда спросили Иосифа, не трудно ли вам сочетать бытовую деятельность и духовный подвиг? Он ответил, я не виноват, что во мне две личности. Одиннадцатый. Мало кто задумывался, что Иосиф, вымаливший икону, продолжал вымаливать ее мироточение, дабы благодать Божия через икону помогала страждущему люду. Молился он по книгам на французском языке. Иосиф видел нетварное сияние, исходящее от мироточивой иконы, и выржен был покрывать ее ночью, чтобы заснуть. У него была сильная брань с бесом чревоугодия, которая внушала ему съесть мясо. Бес блуда особенно ненавидел Иосифа за его целомудрие. Плотской бес воздвигал на Иосифа мысленную брань, пытаясь довести его до отчаяния. Бывали мучительные ночи без сна, когда Иосиф не мог даже перекреститься и с трудом шептал молитву Иисусову, как заживо поверженный на дно ада. Порой Господь попускал Иосиф увидеть ужасных и мерзких бесов. В одну ночь Иосифу и его другу, в то время жившему вместе с ним, одновременно во сне привиделся дьявол, страшно стучавший и ломившийся в двери их дома. Дьявол всячески восставал на Иосифа через людей. Иосифа много раз обвиняли в использовании черной магии для мироточения. Здоровье Иосифа не устояло перед его отечащим подвигом. Его одолевал диабет и другие хвори. Ежедневно три раза в течение дня Иосиф ходил ладаном перед виверской мироточивой иконой, а также перед другими многочисленными иконами и мощами. С каждой стороны иконы стояли восковые свечи, и много других лампад висело во всем доме. У Иосифа хранилось множество мощей святых. Благословение на хранение мощей он получил от своего агуба, владыки Леонтия. От него же он получил в подарок и первые мощи. Когда Иосифу указывали на то, что мирянам в частных домах мощи хранить не положено, он отвечал, что в наше время из этого правила возможны исключения. Мощи являются охраной. Потому он с большой радостью всегда делился имевшимися у него мощами святых с другими людьми. Имея сотни мощей, Иосиф не приписывал это своим стараниям. Иконы святых идут туда, куда хотят. И нет ни малейшей доли случайности в их пришествии или сокрытии. Все все происходит согласно промысла. Причастившись, Иосиф старался уединиться. Запирался в доме. Странница 18. Иосиф одним открывал одно, а другим другое. Вся же картина его многосложной духовной жизни была ведома только некоторым. Служитель любви, Иосиф очень страдал, наблюдая отсутствие любви среди верующих, сталкиваясь с проявлением ненависти, зависти и клеветы. Иосиф иногда ошибался в своих взглядах. Хотя был тонким психологом и прекрасным проповедником. Сам он сделался православным христианином не под влиянием какого-то красноречивого проповедника. А после того, как в убогом беженском храме, куда Иосиф забрел случайно, архиерей знаний к владыке Леонтии с любовью сказал ему, нет, мальчик мой, ты зашел сюда не случайно. И кротко улыбнувшись добавил, возвращайся опять. В то мгновение Иосифа пронзила мысль, если этот архиерей такой бедный, у него столько любви, то верно, это и есть церковь Христова. Многие осуждали Иосифа, что не подобает ему водить дружбу с сомнительными личностями. Он советовал следить за знамениями. Многие приходили в храм не для молитвы, а покрасоваться друг перед другом. Иосиф имел бесспорно великие духовные дары. Это делало его своего рода старцем-мерянином. Для полноты картины нужно сказать еще о лжестарчестве. Он свободно мог беседовать о современной музыке, живописи, театре, моде, незаметно подводя разговор к вечным темам. В тайном постриге ему дано было имя Амвросий. Когда Иосиф ушел, то мы поняли, что наш свет есть тьма. Он всегда оставался небесным человеком. Перц Божий изначально указал на его служение. Иосифу было дано имя праведное Иосифа, обручника, хранителя Девы Марии. Иосиф взялся хранителем Матери Божией, богомладенца Христа. Почему она выбрала Иосифа, остается тайной. Последовало некое чудесное знамение. Начала мироточить не в патриарших покоях, а в полуподвальной келье квартиры бедного испанца-эмигранта. Монреальская икона мироточила в течение 15 лет, умолкая только во время Страстной Седмицы. При посещении одного храма под Нью-Йорком, мироточение неожиданно прекратилось. Местный священник с мольбой в глазах обратился к брату Иосифа, прося что-то сделать. Иосиф взмолился. Через некоторое время мироточение возобновилось. Сам Иосиф открыл нам, если можно так сказать, механизм удивительной тайны мироточения. Многие чувствуют реальное присутствие самой Матери Божией при молении перед этим образом. Люди десятилетия, враждовавшие между собою, примирялись, помолившись перед иконой. В чем состоит смысл этого величайшего чуда 20 века? Не стуча на явление иконы в лоне русской зарубежной церкви, так как именно в этой церкви в 1981 году, то есть за год до обретения иконы, совершилось спасительное для судеб России действие прославления святых, новомучеников, исповедников российских во главе с царской семьей. Икона брата Иосифа замироточила в Монреале 24 ноября 1982 года. Ровно через 15 лет, с разницей всего в один месяц, икона сокрылась одновременно с мужчинической кончиной ее хранителя. Возможно, он был неотделимой частью этого чуда, потому и ушли они вместе. И хотя сейчас икона зрима не с нами, но ее благовестие продолжается. Благовестие иконы продолжается в разных проявлениях. Иосиф учился на теологическом факультете в Монреале. Учил, что икона почитания – это флаг православия. Иосиф высоко оставил монашеский идеал жизни. Многие монахини приходили к Иосифу на откровение своих помыслов. Исповедовать помыслы можно и простому монаху или монахине, и даже сотаиннику Мирянину. Благословение на принятие помыслов он получил от Виталия, архиепископа Монреальского. В особенности он учил преподавому мученицу Елисавету, с коей у него была установлена особая молитвенная связь. Известно то, Иосиф сподоблялся явления ему этой святой княгини-мученицы. А сколько злостраданий претерпел Иосиф в своих бесконечных разъездах, к большей счастью он был вынужден путешествовать с иконой один. В последнее время за Иосифом открыто следили, в буквальном смысле слова, ходили по пятам. Иосиф сказал одной девушке, «Если ты когда-нибудь будешь в чем-нибудь нуждаться, обращайся ко мне». Теперь эта девушка уверена, что Иосиф говорила об обращении к нему в молитвах, как к мученику. А одно общеизвестно, что на Иосифа и его икону охотились давно и по всем правилам искусства следить и убивать. Ясно и другое, когда душным афинским вечером в небольшом гостиничном номере мучители Иосифа начали свое черное дело около его мученического одра, невидимо предстояло причистое и преблагоскловенное Дева Мария. Очень может быть, что в последние мгновения жизни Иосиф увидел Богородицу наяву. Дивная и долгожданная встреча. Недаром врач, исследовавший тело брата Иосифа, пришел к выводу, что его глаза были расширены, как бы от великого удивления, как будто в момент смерти он неожиданно увидел кого-то хорошо знакомого. Может быть, почти уверены, что этой хорошо знакомой была Матерь Божия. Иосифа убивали по крайней мере три человека. Игумен Рождественского скита на Афоне, игумене монастыря Святого Николая на острове Андрос, где Иосиф был за день до своей смерти, утверждает, что икона в хороших руках теперь. Иосиф родился 13 мая 1948 года. Убит был под утро 31 октября 1997 года. На 40-й день на могиле брата Иосифа было чудо – самовожжение свечей. 9 декабря 1997 года. Матерь Божия послала знамения для прославления своего верного служителя. Природа откликнулась на смерть Иосифа и сокрытие монреальской иконы страшным стихийным бедствием – оледенение деревьев. 25 января 1998 года оледенение стало внешней причиной пожара Кафедрального Никольского собора в городе Монреале, где на богослужениях очень часто присутствовала мироточивая икона брата Иосифа. Многие недоумевали, в чем же согрешили мы в отношении иконы, ее хранителя, если у нас был отнят собор. А разве некоторые из вас из нас не поверили мерзкой клевете на избранника Божией Матери, клевет, имевших свое начало в афинских и канадских газетах, ищущих дешевых сенсаций? А разве кое-кто из нас не обвинял в пропаже монреальской иконы самого брата Иосифа? Иосиф – последний от великого сонно-новомучеников и исповедников российских. И сейчас небо представило ему слово. Он один из тех иноков послова Достоевского, от коих придет спасение России. Это все Филиппиев, Всеволод пишет. Какими бы миллиардными тиражами не издавалось священное писание и другая христианская литература, сколько бы духовных институтов и семинарий не было открыто, сколько бы мы не твердили внешним о нашей православности, все равно постоянно и неуклонно год от года, и век от века жизнь христиана отмерщается. Поэтому жизненно необходимо, чтобы хоть изредка появлялся по духу инок, и, может быть, и мирянин, который бы не столько словами, сколько своей жизнью, а если нужной и смертью, освежил в сознании людей евангельский идеал христианства. Огненная проповедь такого человека способна оживить сотни сердец. И чем больше будет таких благовестников, тем быстрее Россия спасется. Спасение России в ее слиянии с Русью святою, осознание себя, как в былые времена. О такой России всегда молился и ныне молится новомученик Иосиф Муниоз Кортес. Инок Севалат Филиппиев. Игнатий Лапкин. Комментарии. Я уже многократно говорил, что поведение, жизнь московской патриархии и зарубежной церкви абсолютно ничем не разнится, и потому нет сегодня никаких препятствий для их объединения. Их полное единство видно на подобных канонизациях. О невидимом рассуждают с таким опломбом и неопровержимостью, будто бы только что вернулись из небесной командировки. Православная жизнь номер 10 2003. Все 48 страниц всего журнала, приложения к журналу «Православная Русь» и «Жордан Виле», посвященные Иосифу Муниосу, с иконой всего бритого испанца на странице 33. Составили ему кандах и тропари, поют в оптиной пустыне, как новобученику. Этим же занимается и Суздальская автокефалия, и новое ответвление. То им нужно стройчно канонизировать митрополита Филарета Вознесенского, то Серафима Роза, то артиста Игоря Талькова, витязя небесной дружины. «Православная жизнь» номер 600 2002. Ринулись за архиепископом Бонгарским старостиным Серафимом Соболевым. Прочтите «Православную жизнь» 2.2003, посвященной духовному туризму, с фотографиями, как мучаются люди с чугуном серафимовским на головах, бродят по канавке тысячными толпами, пока все не свалятся в эту канаву. Матфея 15.14. Оставьте их. А они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Псалом 9.16. Обрушились народы в яму, которую выкопали. Все эти, которые скрыли, они запутались ногой их. Кто же так загрузил осла, что Христу и Слову его негде примаститься? Кто же так издевается, насмехается над мертвой паствой? Какое же имя ему? И когда же наступит время восхождения истинной звезды утренней над Россией? 2 Петра 1.19. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших? Откровение 22.16. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я, Иисус, корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И вот стихотворение. С Россией кончено на последях. Ее мы проголдели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях, распродали на улицах, не надо ли, кому земли, республик да свобод, гражданских прав и родину народ, сам выволок на гноище, как падаль. О, Господи, разверзни, расточи, пошли на нас огонь, язвы и бичи, германцев с запада, монгол с востока, отдай нас в рабство вновь и навсегда, чтобы искупить смиренно и глубоко и уйден грех до страшного суда. 1917. Максимилиан Волошин. Аминь. Максимилиан Волошин.